Инициатором проведения круглого стола под названием «Чистая мысль, чистое дело, чистый мир» стало объединение православной молодежи «Круг». Кроме представителей администрации, в мероприятии приняли участие студенты и преподаватели Московского педагогического государственного университета. Каждый выступил со своим предложением об улучшении экологической обстановки на курорте. Университет предлагает формировать бережное отношение к природе посредством наглядной агитации. Сделать серию плакатов, например, ну элементарно, да, вышел с пляжа, оделся, этот пляж убирают волонтеры, там волонтеры это наши помощники, но что-то вот в таком ключе, чтобы люди понимали, что то, что они видят, приезжая сюда, оно не само по себе получилось, понимаете, не вот так вот раз, да, а то, что мы два месяца к этому готовимся, да, наши дети, наши студенты выходят на пляжи, на улицы города, все это убирают вручную. И я лично вот летом сама делаю, извините, замечания нашим приезжим и говорю, что этот пляж убирают мои студенты. Также перед гостями выступил и заместитель директора Центральной библиотечной системы Татьяна Назаренко. В этом году библиотека планирует провести ряд выставок, встреч и мероприятий на тему экологии. А вот руководитель клуба молодой семьи Вера, Надежда, Любовь Мария Павленко в мае планирует провести специальный форум, в рамках которого анапчане узнают, как можно найти полезное применение бытовым материалам, подлежащим утилизации. Мы собираемся провести именно мастер-класс по изготовлению каких-либо поделок с бутылок, вазы, цветы, все что угодно, кармушки, все что можно делать из такого бытового пластикового мусора, чтобы оно лишний раз нигде не валялось, как можно привлечь детей к изготовлению всего этого, потому что это везде накапливается, постоянно перерабатывать негде, но применять вот так вот, когда есть дома маленькие детьми, это в принципе возможно и детям интересно. В Анапе год экологии проходит образцово. В городе регулярно устраиваются субботники и экологические акции. Студенты убирают прибрежную полосу, на курорте высаживают новые деревья и кустарники, в том числе и реликтовые и можжевеловые. Молодежный центр 21 век и объединение круг запустили совместный экологический проект. Практически в каждой школе на входе установлена емкость для сбора использованных батареек для последующей утилизации специальным образом. Не секрет, что одна выброшенная батарейка отравляет 20 квадратных метров почвы и делает непригодной к употреблению 400 литров воды. У активистов еще много планов и проектов, но, как они говорят, самое главное найти поддержку среди анапчан, чтобы каждый осознал ответственность перед природой и внес свой посильный вклад в ее сохранение. О ближайших акциях жители города смогут узнать из средств массовой информации и социальных сетей.